Уважаемые зрители нашего канала, сегодня вот завершился священный месяц Рамадана. Мусульмане празднуют сегодня праздник Ураза Байрама. Это один из главных праздников в исламе. Он знаменует завершение поста в конце священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане выплачивают милостыню разговения, прощают друг другу обиды. Это праздник духовного совершенства. Принято также одеваться в нарядную одежду, готовить традиционные восточные блюда и угощать ими родственников и знакомых. На всех российских мечетях этим утром пройдут торжественные молитвы. В столице с 4 до 11 часов ограничено движение, в частности на улицах Дурова, Щепкина, Мещанская и Гелировского, вблизи Московской соборной мечети. Мусульманы с его мира вместе спастились. Тем самым многие перешли из греховной жизни в жизнь праведную. Адмирис Рамадан имеет воспитательное значение. Тем, что человек весь световой день не кушает, у него вырабатываются силы воли, терпение. То есть тем самым он может вытерпеть не курить, не пить алкоголь. Световой день не тоже алкоголь, даже воду нельзя пить. И вот тем более сейчас летний период, световой день очень длинный, даже намного длиннее, чем в арабских странах, где колыбель ислама. Так что здесь в России он еще тяжелее, еще физические затраты более шире. Поэтому многие переходят в месяц Рамадана, в такую жизнь праведную. Даже если вспомнить, смотрите, крещение Руси, князь Владимир, когда он выбирал, какую религию в России, иудаизм, ислам или христианство вести, князь Владимир. Он же все-таки долго над этим думал. И почему он отказался от ислама? Потому что в исламе нельзя алкоголь употреблять. Князь Владимир сказал, что мы без застолья, мы не можем проводить с дружиной свои советы. Поэтому только из-за этого алкоголя, вина, князь Владимир практически отказался от ислама. Иначе его бы, наверное, Русь приняла бы ислам, по всей видимости. Вот даже вот такие моменты историки существуют. Ислам, он более такой, человека делает более ответственным. Там же все-таки, не только месяц Рамадан, вместе нужно поститься. Но пятикратный намаз читать, значит, пять раз в день перед намазом, как минимум, омывение производить. Значит, все какие-то развлекательные, другие какие-то дела остановить. Значит, нужно уединиться в намазе с Всевышним. Это тоже, видите, человек собирает, воспитывает. Ну и другие моменты. Или вот возьмем, например, в исламе, в отличие от христианства, разрешается многоженство. Многие говорят, о, как хорошо, многоженство, о, как хорошо. Да нет, ничего хорошего в этом такого нету, да. Потому что есть здесь и ответственность. Потому что человек, если он берет следующую жену, значит, предыдущая жена, она не должна ущемляться материально от того, что его супруг взял вторую жену. Она должна материально, точнее, быть на том же уровне, как и была до этого. И ее дети от этого брака должны быть в таком состоянии же. И если даже мусульманин разводится с женой, он обязан и дальше эту жену содержать в таком же уровне, когда она была его женой материально. То есть, смотрите, вот сейчас в нашей современности, да, если муж-жена разводится, отец ребенка платит алименты только на ребенка. А в исламе, это, так сказать, слова алименты, да, он обеспечивает не только ребенка, но и бывшую жену. И до тех пор, пока она не выйдет за другого замуж. Вот когда она выйдет за другого замуж, вот тогда содержание на плечах нового мужа. Поэтому тут нет смысла даже и разводиться. Все равно, если разведется, он больше ее содержит. Поэтому в исламе разводов очень мало. Ислам, видите, тем самым она защищает не только детей, но и женщин. Чтобы женщина не ушла на улицу, на панель, на плохой путь не ушла. Вот такие строгости в исламе. Ну, я уже, как сказал, алкоголь не запить, нехорошими словами материться. Еще раз хочу всех поздравить в завершении месяца Рамадан. Всех вам благ. Все, кто перешел на такую правильную жизнь, отказался от алкоголя, табака, продолжать не дальше, не возвращаться к этим дьявольским, значит, сказать, увлечениям. Всех вам благ, здоровья, вашим близким, детям, семьям. Всех вас с праздником Рамадан. Субтитры сделал DimaTorzok